Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о статических упражнениях. Эти упражнения очень простые, они не требуют затрат на какие-то дорогостоящие тренажеры. В большинстве случаев достаточно собственного веса и какой-нибудь ремень, либо вот эластичный жгут. При правильном выполнении статическая нагрузка ни капельки не хуже динамической. В комплексе такие упражнения позволят получить отличную фигуру, удалить боль в позвоночнике, снять напряжение и выпрямить осанку. Также статика очень хорошо подходит для офисных работников. Им не придется покупать никакие тренажеры, таскать с собой на работу. Они смогут делать это все без тренажеров с собственным весом. Ну что же, сейчас мы рассмотрим комплекс статических упражнений на все части тела. Что же, начнем с бицепса. Один конец ремня прижимается к полу стопой, другой конец зажимается в руке, после чего рука сжимается в локте перед грудью до угла 90 градусов. При достижении этого угла цепель и ремень должны натянуться. Далее прикладываем усилие, пытаясь растянуть ремень усилием бицепса. Напряжение держим около 30 секунд. Постепенно сбрасываем напряжение, затем повторяем для другой руки. Трицепс. Исходное положение. Руки вытянуты перед грудью с зажатым ремнем. Начинаем растягивать ремень руками, достигая максимального напряжения в трицепсе. Выдерживаем 30 секунд. Теперь упражнение для груди. Руки перед грудью в позе молячиваяся, при этом локти должны быть разведены четко в стороны, а плечи опущены. Начинаем с силой сжимать руки, при этом может появиться дрожь в руках. Выдерживаем максимальное напряжение 20-30 секунд. Упражнение для спины. Исходное положение. Лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги согнуты в коленях. Упираясь ногами в пол, поднимаем бедра над полом. При этом спина и бедра должны составлять прямую линию. Выдержка 40-60 секунд. Плавно опускаем бедра на пол. Отличное упражнение, которое входит в комплекс лечебной физкультуры. Второе упражнение. Исходное положение. Стоя на коленях с упором руками в пол, поднимаем руку и противоположную ногу до достижения параллели с полом. Выдерживаем такое положение около 40 секунд. Плавно возвращаемся в исходное положение. Меняем руку и ногу и повторяем упражнение. Упражнение для пресса. Исходное положение. Лежа на спине, ноги выпрямлены, руки вдоль тела. Поднимаем прямые ноги и тело вверх, держа угол между телом и ногами около 90 градусов. Выдерживаем такое положение около 30 секунд. Второе упражнение. Планка. Упор лежа, руки согнуты в локтях и упираются в пол. Выдерживаем такое положение около 60 секунд. Упражнение для ног и ягодиц. Первое упражнение. Исходное положение. Стоя спиной к стене, касаясь спиной стены, но не опираясь на нее. Приседайте до того момента, когда угол в коленях составит 90 градусов. Удерживайте это положение около 30 секунд. Постепенно поднимайтесь вверх. Второе упражнение. Исходное положение. Стоя у стула и опираясь руками на спинку стула, отводим ногу назад до параллели с полом. Удерживаем это положение 30 секунд. Затем медленно опускаем ногу вниз. Меняем ногу и повторяем упражнение. Статические упражнения очень важно выполнять в комплексе, тогда они наиболее полезны. Особое внимание нужно уделять дыханию, потому что это очень важно. Когда вы вдыхаете, то вы должны вдыхать спокойно и выдыхать тоже спокойно. Вдыхаем носом немножко быстрее, выдыхаем ртом немножко медленнее. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok